Театральные выступления, говорящий робот, черепашки-ниндзя и диванный эксперт. В этом году парламентские выборы не обошлись без курьезных и забавных случаев. Как казахстанцы развлекали избирателей, как это сказалось на самом избирательном процессе, расскажет наш корреспондент Мурад Жакеев. С песней верхом на верблюде избиратели идут голосовать как на праздник в Талдыкоргане, одетые в национальные костюмы, из гармошка в руках. Эти веселые избиратели знают, за кого проголосовать. Прокатчик верблюдов Улан Байзаков таким незатейливым способом решил привлечь казахстанцев пойти на избирательные участки и проявить свою гражданскую активность. И это только начало представлений. Люди, переодетые в героев черепашек-ниндзя, словно из американских комиксов, появились на избирательном участке и крайне удивили астанчан. А это робот Бакош. Знаменитый соцсетей с миллионами просмотров в ТикТоке также проявил свою гражданскую позицию. Робот подарил позитивные эмоции как избирателям, так и представителям комиссии. Не остались в стороне диваны и эксперты. Астанчанин в тапочках, майке явился на избирательный участок, не вставая со своего дивана в прямом смысле. Комическим образом он призвал к активности тех, кто поленился подняться с дивана в выходной день и проголосовать. Алга, Казахстан! Вперед! А кто-то из избирателей пропагандировал здоровый образ жизни. Несмотря на суровую столичную погоду, перед выбором моржи согрелись пробежкой. И даже не спотели. Другие же пропагандировали национальную культуру и колорит. Казахстанец с Беркатом в руках пришел на участок, чем крайне удивило организаторов и участников выборного процесса. А эта жительница столицы решила, что ее избирательный участок нуждается в силе святых. Она принесла горящий алдароспан, видимо от злых духов или нечестных на руку кандидатов. Однако не это, не активность диванных экспертов и даже усилия супергероев не спасли выборы от низкой активности избирателей. Ура, Жахеев, Ержан Утебкалиев, Атамикен Бизнес. Атамикен Бизнес.